Это принцип жизни наркомана. Ему нужно кого-то постоянно обманывать, чтобы получать себе какую-то возможность употреблять. Если в какой-то момент мне человек был интересен, то я подливал эту воду. Интересен в том плане, что у него богатые родители, у него есть машина, у него есть какое-то положение в обществе. Классный на машине, там все с хорошими телефонами, в золоте. И ты думаешь, ой-ой-ой, такой человечек нам нужен. Современный мир – это мир информационных технологий. Так или иначе, технический прогресс приучил нас стремиться контролировать события в нашей жизни. Но замечаем ли мы, когда контроль устанавливают над нами? Например, с помощью наркотиков. Миллионы людей становятся жертвами зависимости. Это люди разного пола и возраста. Богатые и живущие за чертой бедности. Творческие и прагматичные. Люди абсолютно разного социального положения. Но попавшие в наркотическую петлю через один и тот же механизм. Привет. Ну что ты ему ответил? Поедешь? Да он нормальный парень. Мы же знакомы. Просто попробую. Что значит попробую? Мозги включи. Не понимаешь, что это такое? А что такого-то? Одним когда-то предложили попробовать. Вот, смотри. 18 век. Китай. Богатейшее государство в мире. В западных странах востребованы китайский фарфор, шелк и чай. Плату за свои товары Китай берет серебром и золотом. Но в какой-то момент Британия решает вести торговлю иначе. С 70-х годов 18-го столетия, сразу после захвата Индии, англичане взяли в свои руки контроль над производством опиума. И уже через несколько лет Великобритания начала завозить наркотики в Китай. С 1830 по 1837 год английский экспорт опиума в Китай возрос с 2000 ящиков до 39 тысяч. Подобные масштабы не снились ни одному из современных наркокартелей. К концу 1830-х годов его употребление приобрело характер национального бедствия. Наркотик курили даже регулярные войска, необходимые для поддержания порядка. В 1839 году император Дао Гуан начал активно бороться с наркоторговлей. В марте этого года китайскими войсками была захвачена и уничтожена огромная партия контрабандного опиума – 20 тысяч ящиков. Схема поставок наркотика начала разрушаться. Но британская аристократия не намерена была отказываться от колоссального дохода, приносимого им наркоторговлей. И в апреле 1840 года Великобритания официально объявила Китаю войну. Началась первая опиумная война. Она сопровождалась невиданной жестокостью английских войск, уничтожением большого количества мирных жителей. В августе 1842 года после ряда тяжелых поражений Китай капитулирует. Разжигая звериное настроение, газета «Дейли Телеграф» писала. Так или иначе, нужно действовать террором, довольно поблажек. Китайцев надо научить ценить англичан, которые выше их, и которые должны стать их господами. В 1856 году начинается Вторая опиумная война. В конце октября 1856 года английская эскадра подвергла город Гуанчжоу варварской бомбардировке, в результате которой он был практически сожжен. Китай капитулирует и окончательно утрачивает свою независимость. Кроме уплаты огромной контрибуции, была полностью легализована преступная торговля опиумом. Из-за наркотиков богатый и процветающий Китай на многие десятилетия превратился в сырьевой предаток западных держав. Да, интересно, конечно. Целую страну подсадили на наркотик. Только это было 200 лет назад. А что, сейчас что-то поменялось? У нас же не Древний Китай. Мы-то здесь при чем? Да такая же война теперь идет против нашей страны. Наркотические вещества и в наши дни являются мощным инструментом геополитической агрессии. Сегодня главным центром мирового производства героина является Афганистан. В мировую героиновую фабрику эту страну превратили американские власти после введения своих войск в 2001 году под предлогом контртеррористической операции. С начала оккупации Афганистана американскими войсками производство героина в стране увеличилось в 40 раз. Сейчас каждый шестой житель здесь задействован в опиумном бизнесе. Если в начале 2000-х годов опиумные поля занимали 8 тысяч гектаров, то сейчас, когда в Афганистане якобы идет борьба с терроризмом, таких полей уже 200 тысяч. На сегодняшний день доход от наркоторговли составляет около 150 миллиардов долларов в год. С момента оккупации Афганистана американцами резко возрос поток героина в Россию. Появились хорошо организованные технические и транспортно обеспеченные каналы переброски наркотиков. 21% всего производимого в мире героина ввозится именно в нашу страну. Начиная с 2005 года в Россию хлынул поток синтетических наркотиков из Азии, так называемые спайсы и соли, различные курительные смеси. Сотни лабораторий сейчас работают над созданием новых и новых наркотических веществ, вызывающих мгновенную зависимость и направленных в первую очередь на молодежь. Да уж, прошло столько лет, а методы войны все те же. Ослабить страну наркотиками, а потом захватить. Только мне это к чему? А тебе, думаешь, что предложили? Ну, опиум, понятное дело, наркотик. Я же не собираюсь наркотики покупать. Здесь-то все легально. Когда-то и опиум был легален и продавался в магазинах. Да ладно. Против России сейчас ведется наркотическая война. Вот лишь некоторые из ее последствий. Если в 1989 году в нашей стране наркозависимых было около 50 тысяч человек, то сейчас их более 7 миллионов. Посредством вот этих краж, грабежей, хранения наркотиков, употребления, распространения начинаются проблемы с правоохранительными органами. Со временем это привело, собственно говоря, меня в тюрьму. Около 120 тысяч человек ежегодно попадает в тюрьмы за продажу, приобретение и хранение наркотиков. Я как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания часто бываю в исправительных учреждениях. И по опыту могу вам сказать, что порядка 50% всех преступлений это преступления, связанные с распространением и потреблением наркотиков. Один украл для того, чтобы заработать себе на дозу. Другой эту дозу ему доставил, третий сбыл. Если прибавить сюда те преступления, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, то мы получим более 70-80% преступлений, которые дает нашему обществу наркомания. Необходимо сказать, что синтетические наркотики поступают в концентрированном виде. Затем местные наркоторговцы разбавляют их в различных пропорциях. Кто во что гораст. И употребляющий никогда не знает, насколько концентрированная доза попадется ему в очередной раз. Полиции была обнародована переписка двух задержанных наркоторговцев, которая наглядно показывает всю их жестокость и цинизм. Во сколько раз разводишь порошок? Один к десяти. Лучше разводи один к двадцати. Дохнут. У него есть такие люди, на которых он тестирует это. Для того, чтобы понять, насколько сильное вещество, обезопасить свою жизнь, он приглашает к себе, так сказать, на дегустацию партии. Два раза на глазах моего супотребителя люди получали передозировку в моменты, так сказать, дегустации вот этого продукта, да, нового, который привозили из каких-то новых каналов. Берут какую-нибудь траву там определённую и на неё распыляют. И как-то может этот реагент распылиться там, ну, там несколько, там, микрон каких-то, да, там, легло, а может там чуть больше как бы лечь. И получается, что потом с этой затяжки он как четыре принял. Человек просто умирает. Употребляющий никогда не знает, об этом знает только милиция, которая берёт на экспертизу, как бы вот она знает, какое там соотношение. Такого человека видел, как бы он полгода в себя прийти не мог, его ни один врач вылечить не мог. Я говорю, ты мне можешь хоть что-то передать, что ты чувствовал? Он говорит, ну вот представь себе, когда в тебе кровь закипает, и никто тебе в этом помочь не может. Каждые сутки в реанимации больниц Москвы привозят 5-6 подростков, которые впервые попробовали наркотик. Для половины из них этот первый раз оказывается смертельным. И из-за разовой дозы можно умереть. Просто по глупости. Очень много примеров, когда люди раз употребив, один всего лишь раз. Всё. Ну, это последний раз. От употребления наркотиков в нашей стране ежегодно умирает около 100 тысяч человек. Из них 40% – это молодёжь от 12 до 17 лет. Впервые смертность от потребления наркотических средств достигла 100 тысяч человек в год. 40 тысяч ежегодно из этих 100 погибающих от наркотиков – это подростки. Это наше будущее, нашей страны, то население, которое придёт на смену нынешнего поколения. Если это население будет больное, то, соответственно, и будущего хорошего ждать от страны невозможно. Наркотики реально странно убивают. Столько смертей из-за них. И действительно ведь продавались в магазинах. Да, только они и сейчас там продаются. В смысле? Алкоголь и сигареты, ты думаешь, что? Продукты питания, что ли? Это реально самые распространённые наркотики. Надо заметить, что распространению наркомании способствует наличие в обществе так называемых легализованных наркотиков. Наркотиков, которые находятся в свободном доступе, и приобрести их не составляет никакого труда. Например, табак. Сигареты содержат никотин, сильнейший наркотический яд. Всемирная организация здравоохранения официально называет его наркотиком, употребление которого является одной из десяти самых распространённых причин преждевременных смертей в мире. Вот яркий пример из истории. В 1934 году во Франции, в городе Ницца, был устроен конкурс «Кто больше выкурит?» В итоге двое победителей, выкурив по 60 сигарет, умерли прямо на состязании. Остальные участники с тяжёлым отравлением попали в больницу. Конкурс больше не проводился. Также одним из самых распространённых наркотиков в нашей стране является алкоголь. Основу любого алкогольного изделия пиво, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет, составляет этиловый спирт. Всемирная организация здравоохранения ещё в 1975 году приняла декларацию. По этой декларации алкоголь является наркотиком. Согласно ГОСТу, принятому ещё в 1972 году, этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Недавно произошедший случай с моими знакомыми, когда девушка первый раз вообще потребила алкоголь и выпила на первую сессию, которую она сдала в институте. И в результате, сильно опьяняв, она просто не дошла до дома 100 метров, замёрзла. Необходимо сказать, что 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Российский рынок табака поделён между Японией, США и Великобританией. Более 90% всех алкогольных предприятий в России также принадлежат иностранцам. Например, рынок пива практически полностью монополизирован четырьмя компаниями из Бельгии, Турции, Дании и Нидерландов. Таким образом, легализованные наркотические вещества не просто разрушают здоровье людей, но и по сути являются оружием геополитической агрессии. Согласно статистике, практически все наркозависимые начали свой путь в наркоманию, с курения сигарет и употребления алкоголя. Вот это да. Алкоголь и сигареты в нашей стране делают иностранцы. Да ещё и выдают их за продукты питания. Как наркотики влияют на ДНК? Важно отметить, что наркотики приводят к вырождению будущих поколений, разрушая репродуктивное здоровье людей. Наркотические вещества являются мутагенами, то есть разрушают генетику клеток. Когда такие разрушения происходят в половых клетках, это приводит к возникновению различных отклонений в здоровье будущих детей. Количество яйцеклеток у женщины запрограммировано. Их определённое количество. Они появляются при рождении девочки. Их не производится потом. Соответственно, если человек начинает принимать наркотики, он повреждает все. И что происходит? Эффект внутриструктурных нарушений. То есть, если происходит оплодотворение такой яйцеклетки, то ребёнок появляется с выраженными родствами. Женские половые клетки формируются у девочки ещё до рождения. В течение жизни они не обновляются и не воспроизводятся. Наркотические вещества разносятся с кровью по всему организму и оказывают разрушительное действие на все его клетки, в том числе и на половые. И нельзя предугадать, какая клетка даст начало новой жизни – здоровая или повреждённая наркотиком. Повреждение половых клеток часто приводит к бесплодию или рождению больных детей. Яйцеклетка и сперматозоиды, которые являются носителем генетической информации, они подвергаются токсическому воздействию наркотического вещества или алкоголя. А внутри яйцеклетки и сперматозоиды находятся хромосомы. И вот эти хромосомы могут быть повреждены. Возникают так называемые микрополомки генетического вот этого материала, хромосомы. Даже небольшие дозы наркотика наносят непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчины, разрушая его половую систему. В семенниках у мужчины находятся особые клетки – сперматогонии, из которых поэтапно формируются сперматозоиды – мужские половые клетки. Новые сперматогонии появляются путём деления, при котором образуются генетически одинаковые клетки. Наркотик разрушает их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже повреждённые гены. Это приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с умственными и физическими отклонениями. Нету одного раза. Нельзя быть чуть-чуть мёртвым, как и чуть-чуть беременным, понимаете? Поэтому каждое, даже единократное употребление наркотика ставит человека в систему большого риска. С каждым приёмом любого наркотика человек отнимает у себя возможность стать отцом или матерью, лишает своего будущего ребёнка здоровья, интеллектуальных и творческих способностей. Прикол. А что тогда государство ничего не делает? Да делает. Принимаются нормальные законы. Что-то не очень заметно. Просто наркоторговцы постоянно создают новые виды наркотиков, которые законом даже не успевают запретить. И что тогда делать? Есть люди, которые привыкли обвинять в проблемах всех вокруг. Правительство, родителей, различные обстоятельства. Надо думать своей головой, что ты делаешь и зачем. А то окажешься у кого-то на поводке. Вряд ли можно встретить человека, который не слышал об опасности наркотиков. Мучительные ломки, заражение СПИДом, смерть от передозировок. Но почему-то при этом каждый день кто-то начинает принимать наркотические вещества, делая первый шаг на пути в никуда. Часто бывает так, что первую дозу могут предложить приятель, знакомый или даже друг. Это был 9-11 класс. И у нас было такое место, знаете, где собираются те ученики, у которых интересы немного не учиться, а сигареты, то есть вы понимаете, о чем и алкоголь, наркота и т.д. Были старшие ребята за подло, вот в таком стиле, да ты не будешь крутым. Знаете, вот это чувство, ну вот правда стадного какого-то, все там попробовали, да, да я, чем я хуже, чем я отличаюсь за компанию, сейчас туда-сюда, все. Когда предлагают наркотик, говорят примерно одно и то же. Попробуй разок, ничего такого не будет. Это же не каждый день. Да это круто. Ты что, боишься что ли? Изначально угощают, говорят, да на, попробуй, это круто, это классно, это какие-то новые ощущения для себя испытаешь. В какой-то момент твой знакомый или друг начинает рассказывать о том, как ему хорошо, когда он употребляет и предлагает тебе попробовать. Задумайся и задай себе вопрос, зачем ему это нужно? Бывает так, что тот, кто предлагает попробовать наркотик, просто не понимает, к чему это приводит. И, естественно, он пропагандирует. Вот, да это круто, это классно, давай понюхаем, там, там, Ну, то есть он как бы пропагандирует, что это хорошо. Почему? Потому что он сам еще не знает последствий, не знает, что произойдет буквально через год, что, во что превратится его жизнь. Но, как правило, наркотики предлагают по трем причинам. Первое. Нужны деньги на дозу. Каждый наркоман, хочет он того или нет, начинает распространять этот яд. Происходит это следующим образом. Человек, ставший наркоманом, нуждается в деньгах для получения дозы. У родителей уже брать тяжело. На работу в таком состоянии не устроишься. И он начинает предлагать наркотики всем, кого знает. Ты просыпаешься с утра от того, что тебе плохо. какая работа? То есть, да, и ты думаешь, как бы кого-то обмануть или вытащить мамки из кошелька, чтобы прийти просто в себя уколоться. Ну, свои деньги у меня кончились. И все. И мне приходилось либо воровать дома, либо грабить на улице, либо обманывать начинающих зависимых. Наркоман, втянувший в употребление трех-четырех человек, принимает наркотики уже за их счет. Три дозы продал, четвертую себе. Была одна девочка, которая достаточно, дочь достаточно богатых там родителей, да, и ребята подсаживали ее для того, чтобы она могла обеспечить и также их употребление. Ты там не как человек нужен, а как просто кошелек. Так тебя используют, как необходимость и самим употреблять, и необходимость зарабатывать с помощью тебя. Вторая причина, почему предлагают попробовать наркотик, это страх падать одному. Очень часто человек, сам не отдавая себе отчет в этом, тянет окружающих в наркоманию из-за того, что ему не хочется в одиночестве падать на дно. И он действует по принципу, если тонуть, то не одному. Наркоман, он же понимает, что он делает что-то не очень-то хорошее. И чисто психологически вот делать одному что-то не очень хорошее как-то дискомфортно. Поэтому они стараются подтянуть к потреблению других людей. Вроде бы я не один и вроде бы как бы размываю свою ответственность за происходящее, но других людей, которые вместе со мной что-то делают нехорошее. По статистике каждый наркоман рано или поздно подсаживает от 10 до 15 человек своего окружения. Сейчас я наблюдаю одного мальчика, которому 13 лет. И мы с ним разговаривали, он мне сказал следующее. Меня подсадил на наркотики мой старший брат. Я у него спросила, скажи, пожалуйста, а сколько человек, скольким людям ты предложил наркотики и сколько людей сейчас употребляют наркотики благодаря тебе? Он сказал страшную цифру. Он сказал 22 человека, которые сейчас плотно сидят на наркотиках. Третья причина это желание заработать на торговле наркотиками, втягивая в их употребление все больше и больше людей. Наркоторговец зарабатывает на тех, кто принимает наркотики. Его основная задача втянуть в зависимость. Каждый принимающий наркотик приносит своему дилеру стабильный доход. Есть компания, к примеру, людей, подростков. Находишь одного, которым интересен ты. Ты ему предлагаешь, ну, как бы просто на, попробуй, ну, что ничего здесь страшного в этом нет. Все уже этим употребляют, все этим, вообще весь мир. Он начинает пробовать и, соответственно, он начинает употреблять уже со своими ребятами. Они общаются с ним, они уже автоматически в системе, и он, соответственно, идет ко мне. то есть мне один, они 10 нужны, заразив одного, распространяется дальше. Ну, и, соответственно, и дальше, там, дальше, дальше, дальше. И если ему предлагает наркотик, наркотик, авторитетный для него, в его глазах человек, он вряд ли сможет отказаться от этого, потому что ему хочется как бы быть вот в этой компании с этим авторитетным человеком, и его будут все бояться, и все будут говорить, о, он не такой, как другие, он совершенно иной, он крутой. Это кажется так самому человеку, самому подростку, который начинает употреблять наркотики. Но на самом деле таких подростков я называю чупа-чупсы. Почему чупа-чупсы? Потому что их продавцы наркотиков будут обмусоливать, облизывать со всех сторон, для того, чтобы он приобрел этот наркотик, для того, чтобы этот чупа-чупс привел в употребление наркотика еще своих друзей. И эта цепочка нескончаемая. В большем случае предлагают, для того, чтобы подсадить нам наркотик, как бы, знаете, как рыбку, приручить ее. Рыбку прикармливают сначала. Вот так же и наркотик. Ты прикармливаешь, ну и все, и ты знаешь, что в следующий раз он сам к тебе придет. Тебе будут петь очень серьезные песни, что ничего страшного не произойдет, все будет хорошо, все будет нормально. Но на тебе, на чупа-чупсе, зарабатывают большие деньги. Но запомни, что ты будешь интересен, как чупа-чупс, пока тебя не долежат до конца. Это будет 3-5 лет. Потому что через 3-5 лет ты превращаешься в законченного наркомана, и ты становишься уже неинтересен тем, кто тебе предлагал этот наркотик. Им нужны новые жертвы, им нужны новые деньги, им нужны новые вложения. А ты остаешься просто дурачком, который уже в проблеме, который уже глубоко зависит от наркотического вещества. Человеку не нужен, нужна как единица, нужна как монета. В бизнесе наркотиков там, ну, не считают, там нет ничего людского. Там есть просто конкретный расчет, денежный, финансовый, как бы, и все. Ты единица, а не личность. Становится понятным, почему такой человек скажет все, что ты хочешь услышать, лишь бы ты попробовал. Что ты лучший, что все виноваты, а ты прав. Что ничего вредного в этом нет. Что все музыканты и актеры так делают, и все у них хорошо. Что это круто, современно. Или что, может, ты просто трусишь. Что все знакомые уже попробовали. Что это легально. Что это всего один раз, и если не понравится, можешь больше не пробовать. И что это вообще не наркотик, а так, типа энергетик. Все, что ты хочешь услышать ради тех будущих денег, которые ты ему принесешь. Ну, не по-хорошему, дружбе тебе это предлагают. Не потому, что хотят с тобой там дружить, общаться, там, это интересен. Ты интересен только, чтобы на тебе зарабатывать деньги, как бы, чтобы высасывать все из тебя, даже уже не по твоей воле. И самый первый раз просто стоит, если тебе вдруг предложили, как бы, наркотик, ну, перестать вообще с этим человеком когда-либо общаться, потому что он тебя, ну, в моем представлении и за мою жизнь это смерть. Сто процентов смерть. То есть, есть тюрьма, есть больница, но все это все равно приходит к смерти. То есть, просто представьте, что человек, который вам предложил, как выстрел в голову вам делает просто медленно. Я прекрасно понимаю, что это хороший, может быть, хороший друг, друг детства, но что это влечет за собой, лучше потерять, наверное, всех этих друзей детства, но с этим не столкнуться. Даже если рядом с тобой там знакомые, близкие, хорошие друзья, но если они тебе предлагают что-то потребить, который может принести тебе обещанную радость, веселье, хорошее настроение, я рекомендую не вестись на эти посылы. И, может быть, даже чисто физически, под разными предлогами выйти на улицу, под всяким предлогом покинуть компанию и так далее, и так далее. Это спасет вам, вашу жизнь, вашу судьбу. Ну и что мне тогда? На необитаемый остров уехать, что ли? С кем тогда общаться? У меня почти все знакомые либо курят, либо что-то еще. Ты сам думай, с кем ты дружишь, с кем общаешься. Есть люди, которые могут сделать тебя сильнее, помогут добиться успеха, а есть те, кто просто тянет тебя вниз. Твое окружение определяет твое будущее, то, кем ты станешь. Ищи людей, кто делает лучше не только себя, но и окружающий мир. Если человек тебе предлагает что-то, это не значит, что это правильно. Ты должен осознавать, важна ли тебе твоя жизнь. Если да, то ты откажешься на самой начальной стадии этого. Очень важно поставить цель в юном возрасте. То у меня была цель стать чемпионом мира по брейк-дансу, я это сделал. Я изначально в раннем возрасте отказывался от этого всего, и когда люди видели во мне сильную личность, сильную сторону, даже мои друзья, которые знакомые, которые употребляли, они говорили, не предлагайте Аслану ничего, потому что этот человек идет по правильному пути. Человек должен осознавать, что это реально опасно. И если ты это употребляешь, ты даешь плохой пример своему брату, сестре, друзьям, близким, родным, каким-то знакомым. И это может быть просто как зараза распространиться. И ты не только себя губишь, ты губишь всех людей вокруг себя. Вот если человек это осознает, он перестанет это делать. Каждый человек может и должен, я считаю, влиять на благо народа своего, где он живет, начиная от каких-то локальных мест, то есть в зависимости от возраста все. Сначала ты учишься в школе, ты влияешь на свой класс, может быть, на всю школу. Потом ты идешь в университет, ты растешь, и когда ты становишься уже взрослым, осмысленным человеком, ты начинаешь влиять на все свое окружение. Поэтому я считаю, это очень важно, и каждый человек должен задумываться о том, что он делает и для чего. Этой деятельностью мы занимаемся уже много лет. Мы ездим в разные государственные учреждения, детские дома, интернаты, больницы. И делаем там роспись. Большинство детей в этих учреждениях они социальные сироты. То есть у них есть родители, но они лишены родительских прав и частые причины именно алкоголь и наркотики. Если наркотик предлагают девушке, то ей надо задуматься о том, какие у нее дети будут, будут ли у нее вообще дети, как на ее жизнь это повлияет, как повлияет на ее семью. Для этого помещения мы выбрали морскую тему для мальчиков, чтобы это было что-то такое интересное и выдушевляющее. Восприятие детей и их путь к выздоровлению очень зависит от окружающей их обстановки. Если детей окружает уют, добро, тепло, то это будет способствовать их выздоровлению, способствовать их улучшению. А когда человек растет в эстетической красивой среде, у него совершенно другое мировосприятие, у него есть время, когда подумать, помечтать, и складывается какая-то разносторонняя личность. Ездишь в интернаты, видишь, как это все происходит, и у тебя каждый раз какой-то новый опыт, и жизнь становится с каждым шагом интереснее и интереснее. Несмотря на то, что я здесь устаю, несмотря на то, что я трачу свое время, какие-то свои ресурсы, я знаю, что потом у меня будет очень большой душевный подъем, воодушевление, и даже будет ощущение, что у меня прибавилось энергии, то есть я ее не потратила, а наоборот приобрела, потому что это один из тех процессов, в которых ты отдавая получаешь больше. В конце дня я чувствую радость, если этот день был прожит не зря, если я сделала что-то важное, что-то нужное какому-то человеку, если я помогла кому-то. Кажется, это естественным процессом так жить, помогать друг другу, помогать людям, помогать тем, кому это нужно, отдавать что-то. Смотри, сознание, что сегодня я сделала этот мир чуть-чуть лучше. Когда в компании парню или девушке, неважно, предоставляют любые виды наркотиков, нет смысла в принципе разговаривать с этими людьми. Не тратьте время, просто развернитесь и уйдите. Это не ваше общество, не ваше окружение, это не ваши друзья. Меня зовут Денис Минин. Я являюсь тем, кто решил что-то изменить, но в первую очередь начать с себя. Основная моя направленность это социально-общественная деятельность. Это путь, по которому я иду. И, конечно же, самое главное и основное это продвижение и популяризация здорового образа жизни. В первую очередь это роль личного примера. Все, что я делаю, я начинаю с себя. И я считаю очень важным, чтобы мы подавали пример окружению, своим детям, друзьям. Когда подросток уверенный в себе и не стесняется отказать в употреблении наркотиков, другие это заметят, потому что они увидят сильного волевого человека с сильным внутренним стержнем. Поэтому, обращаясь к подросткам, я часто им говорю о том, что будьте сильными, будьте волевыми, будьте развиты всесторонние, где есть не только спорт. Творите, экспериментируйте и берите ответственность на себя. Берите ответственность за свою семью, за свое окружение. Привет, как ты? Я достал для тебя. Когда заберешь? Ну да, еду уже. Я реально чуть не повелся. Ты лучше тормознись, пока не сел со своей наркотой. Блин, соскочить похоже хочет. Ты чего гонишь-то? Какая наркота? Это же просто, чтобы расслабиться, забыть о проблемах. Что тут такого? Вот и забудь про меня. Не пиши мне больше. Ты чего? Ну и пошел ты. Лохов еще много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok